Так, следующая часть. Я на юрфаке, на подготовительных курсах готовлюсь к поступлению во Львовский торгово-экономический после техникума на товароведение. И вот заполненная вся аудитория, я там отвечала приспокойно, причём у меня никогда, вот я никогда, такого у меня не было, что если я знала, что отвечать, то это приспокойно. Не было у меня такого, что я там стеснялась, не поднимала руку, я была очень активная. И синдром отличницы, наверное, сработал. Это та, что по литературе у меня в школе четвёрка поставила Маргариту Васильевну, красавица наша. Так вот, он говорит, подойдите ко мне, я запишу все ваши данные, буду вас рекомендовать на экзаменах, а я говорю, а я вообще-то не собираюсь поступать сюда. И я помню его лицо, я любила, запоминаю, помню до сих пор лица преподавателя, вот тот математик, который говорит, а что вы тут делаете, значит, не заочно, вот, давайте я вас во Львов на, на, ко мне там на кафедру, вы закончите львовский экономический, торгово-экономический, вы пойдёте, я вас приглашу к себе на кафедру работать. Я говорю, да я вообще-то от московского отказалась без экзаменов, а вы меня зовёте, ха-ха-ха. Вот такие, он мне говорит, подойдите, значит, я запишу, буду рекомендовать вас, ну, на поступление, вот сейчас на юрфак. Я говорю, а я не собираюсь поступать на юрфак. Он говорит, как не собираетесь, а вы кто? Я говорю, да я вообще-то на, я вообще-то товаровед, я буду во Львовский торгово-экономический на товароведение, я помню эти квадратные глаза. Вот, я вам советую всем, не валяйте дурака ни в школе, ни в институтах, учите предметы, потому что вам это всё пригодится, потому что софрава это очень важно. И я вам скажу, законную, законодательную базу очень важно знать, неважно будете ли вы юристом, адвокатом или это вот, потому что я таки залетела. Я вот не понадеялась на других людей, вот даже и в браках и так далее. Я думала, там, ну, подруга там поможет или там ещё друг поможет, вот, там он адвокат или это вот. Вы знаете, нужно самой читать документы, сами читайте документы, потому что вот даже подруга с образованием может... В принципе, она не додумалась прочесть документ, ну, я уже вернусь, когда вот меня Саша выписал из квартиры, да, пока я была в Аргентине, вот, из той квартиры, которую я сделала дарственную на него. И вот подруга с юридическим образованием, она закончила Одесский, вот, университет именно отделения Юрфак. Она мне сказала, Оксана, нету шансов, он тебя по закону вот выписал, имеет право. Вы знаете, через годы я подняла судебное решение, и я сразу увидела, что я бы сразу доказала элементарно, что он там подлог был. Там был или подкупленный судья, или он привёл ребёнка чужого, что-то там было. Я бы сразу доказала, сразу доказала, поэтому дружите, вот, кодекс законов, дружите со вправом, дружите с законодательной базой. Ещё скажу, всегда пригодится, всегда, вот, не говорите, не говорите мне о нём. Знаете, о чём? Не говорите, о, зачем мне в том институте это и то. И философия. Философия почему вам нужна? Да если бы моя мама или кто-то там любой вот философию учил нормально, а я учила. Почему я знала? Вот возьму вот эта книга, да, религии, там, история мировых религий. Я прекрасно помню, что это то же самое мы учили в Одесском, вот, Нархозе. По философии я прекрасно помню вот те теории и Виготского, и Фрейда, и вот, и кумранские, эти вот, кумранские раскопки. Посмотрите, вот это предмет протестанты, знаете, вот подводные камни протестантов. Слово религия вызывает, знаете, такую аллергию, такую религию. Не говорите мне о религии, мне нужна вера, не говорите мне о религии. Это то же самое, если, если вот подумать, я никого не хочу унижать. То же самое, если человек говорит, не говорите мне о математике, не говорите мне о геометрии и алгебре, говорите мне о математике. Математика разделяется вот на геометрию и алгебру. Вы понимаете, о чём я говорю? Вера, вот, книги, это предмет, религия, народа, мировые религии, философии. Мы изучали в предмете философии вот эти разделы. У нас не было отдельной религии, потому что была страна социалистическая. Но я прекрасно помню, а знаете, что здесь записано? Вот, если бы моя мама нормально училась, а не выставляла бы себя там, вот, я не знаю, как она училась, ну вот, серьёзно. Ну, лучше бы, вот, человек, закончивший вроде институт и вообще, вот, все, кто говорят, о, зачем я в том институте, зачем я то учил, мне оно не пригодится. Пригодится. Вы сами даже вот не понимаете, а я вам заявляю, пригодится ещё, как пригодится. Вот, потому что я в школу ходила, ещё раз повторю, не в чу играть, вот, вот, и прогуливать, а ходила учиться, всё пригодилось. Вот, серьёзно, вот, пригодилось, пригодилось. Например, моя мать до сих пор говорит, вот, этот бред, который очень многие повторяют, типа, Библию там переписывали и так далее. Да, евреем не надо быть, это вы скажите, что, вот, Тору переписывали, а Тора это, вот, Ветхий Завет, и скажите, ты еврею. Я вообще подумаю, человек вообще не понимающий, вот, понимаете, невежа, он даже вам с вами спорить не будет, не будет вам доказывать ничего, но полный невежа. Так вот, Dead Sea Scrolls, раскопки у Мёртвого моря, этих вот, там, папируса. The Dead Sea Scrolls, The Discovered, Beginning in 1947, в 1947 году, мы, это, в 1948, это раскопки Мёртвого моря, я имею в виду, кумранские, кумранские раскопки, кумранских пещерах, что же там нашли? It is widely thought, вот, это мы учили, это вообще, вот, книга, вот, в Американского колледжа, я хотела сдать клэпы по определённым, вот, по литературе, и поэтому я знаю за Шекспира, Шекспира не учат там в шестом классе, его учат здесь в хайску, но я знаю, что учат, потому что я, я не только хотела испанский сдать, я ещё хотела сдать, вот, по мировым религиям, у меня такой план был, поэтому я полностью подготовилась, и по литературе. Язык мне не нужно было английский сдавать, потому что у меня за что, с института, с аргентинского там полностью, там тоже очень интересный институт, было очень сложно было учиться, это именно те моменты, когда там три года я там занимаюсь, поэтому я говорю, у меня хороший уровень английского, ну, не высочайший, то есть я не пойду где-то, я не могу преподавать, я и с языками перескакиваю, и произношение иногда, вот, какое-то слово не то может с другого языка вылететь. Так вот, человек, если бы, любой человек закончился любой институт, вот в любом институте, там Советского Союза, или вот в этого, есть вот это вот, вот по религиям есть, и вам не нужно сидеть и думать, а вот переписывалась ли Библия или нет. Вот, посмотрите. The Dead Sea Scrolls were discovered beginning in 1947 году, в пещерах кумранских, возле Мертвого моря. It is a wide little that they were placed there by essence, хулыдка. Так, евреи, the scrolls are predominantly in Hebrew. Эти, эти папирусы были на древнееврейском. And its sister language, на вот арамейском. Вот это sister language на братском языке, сестринском языке, на братском языке, на арамеек. И также, although some in Greek. В общем, в 1947 году в пещерах возле Мертвого моря кумранские раскопки были обнаружены записи, то есть эти вот папирусы, которые составлены на древнем, на арамейском. А вы знаете, что Библия была написана на арамейском, вот, и на греческом. И они датируются от 200 года до Рождества Христова, от 200 года до Рождества Христова и до 68 года Рождества Христова. Вот эти, и, то есть, раскопали в 1947 году возле Мертвого моря, вот, в пещерах, нашли эти вот свитки. Написаны, они были на арамейском и на греческом. Стали проверять, делали химический вот анализ, обнаружили время, когда было составлено с... Вместе совместили вот с торой, да, вот, потому что евреи, они не просто так, не было печатных станков, они переписывали от руки и следили за каждой буквой. Вот, недаром я вот сейчас и каллиграфию, и вот это вот, и правописание вспомнила. Вот, смотрите, как связано. Так вот, вот эти вот папирусы включены в каждую букву в еврейской Библии, кроме Есфери и Неймия. Ну, Неймия, это был пророк, и вот Есферия, это моя, это, царица была еврейская. То есть, кажется, 27 книг, я не помню, вообще 60 где-то, 6 во всей, во всей, вообще, Библия. Это я сегодня поставила вот про Библию. Видео протестантского сайта, но там отлично все, я ничего не видела, никаких подводных камней. Вот я вчера еще смотрела про христианство, протестантской сайта. Там много чего неправильно написано вот про эти вот, про православие. Неправильно. Не просто вино причащают, там не дают детям никое вино, там идет, и вообще это именно не то, что считается, это и есть кровь Христа. И вот когда говорится молитва при освященниках, значит, в вино добавляются кипятка, вот, и все это происходит химическая реакция, испарение. То есть, маленькому ребенку тоже можно дать, а не то, что взяли вино, налили. Они просто не знают. Вот, поэтому, если мне мать до сих пор вот, ну, она вообще говорит, и что Библия, и что Библия. Вот она приводит, когда ей удобно, она приводит Библию. Типа, а я же твоя мама, вот, пятая заповедь. Да, другому она говорит, а что вы верите в Библию, если она вот переписывалась, сейчас вот верьте в Последний Завет, вот, Последний Завет, вот этот ужас того торопа. А что вы там в это вот, в Новый Завет. Поэтому я ему говорю, что если она говорит вот такое вот, такое невежество и вот такую ересь, что якобы Библия якобы переписывалась, я говорю, мам, ты просто вот, оказывается, невежий, и что ты делала там в институтах своих, я не знаю. Зачем меня надо было отправлять в Самарканд, вообще ничего они обо мне не знают, если в институтскую программу она полный ноль.